Я просто в шоке. Я еще раз для тех, кто не пришел. Я взял, смотрел какое-то короткое видео, не связанное с этим. И у меня в рекомендациях вылезло откровение проститутки. Я обязан эту хуйню посмотреть. Я, значит, посмотрел ровно минуту этого видео, минуту 12 секунд. Это на самом деле забавно все. Но самое охуительное это, если вам попалась эта хуйня, значит вы не такой один. Замечательная рекомендация ютуба. Ищем дросселяна 21.07, день 2. Вот тебе флюс для пайки алюминия. Короче, тут все собрались. Кто не ебет вообще, что за хуйня, почему у них это видео включилось. Каждый искал что-то другое, но нажал на видео. Так, значит, смотрите. Заходим на ее канал, где написано, что на этом канале поднимаются важные вопросы сексуального образования, гуманизма и феминизма, ребята. Ну а как же, а когда не феминизм-то, правильно? Короче, я ткнул, я охуел, я думаю, блядь, сто процентов надо смотреть. Что ж, давайте откровенные, откровенные видео. Если кто-то хочет меня послушать на его очень сильно, вот это беспокоит, честно, ну, смотрите наверх, это смотрите мои глаза. Вот, потому что некоторых людей беспокоит. Эээ, нет, меня не беспокоит вот это, меня беспокоит, ну, что-то другое. Меня беспокоит второе слово в названии, то есть вот это меня беспокоит. Остальное меня вообще никак не беспокоит. Там, прыщи, бля, еще что-то. Это, это меньшее, что меня беспокоит. Поэтому я включил громче. Погнали. Вот, я не очень понимаю, вам вообще я интересна или нет. Ну, я хочу успокоить людей, если кто-то беспокоится, я ухожу за своей кожей, и вот, все. Хорошо, это очень важно, это очень важно. Это очень важно. Вчера был клиент, знаете, откровение, наверное, в чем, что... Бля, я не могу нахуй вообще. Это, это, ну, я не знаю, чуваки, ну, может жизнь у человека тяжелая, максимально тяжелая, но я не знаю этого, я ее первый раз вижу. Вот я знакомлюсь с человеком, включаю первый видос, первое, что я слышу. Вчера пришел клиент, нет, я не у нее был, это во-первых. Во-вторых, все, идите нахуй, короче. Все больше и больше отношусь к этому, как к работе. Ну, типа, знаете, я, например, в позе рака, и раньше я, не знаю, пыталась романтизировать, это же с Олей. Но сейчас я такая, типа, ну, я когда в позе рака, то либо я так вот, ну, типа, понятно, да? Либо я ложусь, вот так. Это шорты, наверное, я надеюсь. И раньше я такая, типа, закрывала глаза, сейчас просто, типа, открываю глаза, такая, а, 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 вот. И типа я так... Может, она угорает, я не знаю, но это прям выглядит, как будто... Ну, такого не может быть, просто. Ну, такого быть не может, нахуй. Реально, я не верю, я не верю, что это реальность. Да, ладно. Такая, смотрю по сторонам, такая, типа... Это очень необычно, я никогда не думала, типа, я могу отдавать свою часть тела, а в это время такая... Абсолютно, типа, разделять свое тело. Афиг. Ну, ебать ты, конечно, нахуй, аматуя. Ты на какую-то планету съебаешься ментально, а потом, когда все заканчивается, возвращаешься. Бл***ь, офигеть, реально. Типа, это, ка... Он что-то там делает, он там это вот это, типа... Чё-то там где, блядь, я ебал, я не понимаю, как это тяжело смотреть от того, что это сме... И что? И что? Ну, и чё, типа, с этого, ну, типа, лол, как бы... Ну, боже, типа, лол, ну, типа, ну, как бы, типа, ну, и что, типа? Я имею прав... Моя вагина там только работает. Вагина, я тебя люблю. Конечно, люблю, а кто деньги будет приносить? А когда, подруга? А когда они любили? Кормилица всё-таки в данном случае. А чё, нет? Вот, а я... База кормит... Такая, типа... Бл***ь. И он что-то говорит, и такая... А, да... Угу, да, да. Бл***ь, ребят, а... Говорю сразу, это тяжело смотреть, я понял, вот, после минуты. Вот я 30 секунд уже постопал. Это очень тяжело смотреть, я уверен, никто не выдержит. Но отвечаю, я 14 минут, б***ь, осилю нахуй, точно вам говорю. Вот. И никого это не обидит, на самом деле, потому что я ему... Ну, ему нужен секс от меня, а этот секс в вагине. А, ладно, хорошо. Он не трахается с мимикой моей. А, какое чёткое разделение. Он трахается с вагиной. Вот, и это очень прикольно, на самом деле. Бл***ь, я тоже... Бл***ь, она так рассказывает, я... Я тоже же... Я, короче, если бы у меня была вагина, я бы тоже так сделала. Честно вам говорю. Она так хорошо рассказывает, что я думаю, что это норм. Так вкусно, гаду. Потому что я... Реальный отзыв, б***ь, про вагину, держу в курсе. Не думала, что такое возможно. Я думала, типа, так не бывает. Ага. А если бывает, то это... Ну, типа... Если это пройдёт, то ты сразу же умрёшь. Оказывается, нет. Чего? Оказывается, вообще нет. Типа, я ряду. Типа, я такая, типа, еду вечером. Ой, я не еду. Ну, типа, что я у меня там... Ну, там, как-то так... Ну, там, не кое-что произошло. Ну, просто так. Получилось отделять свою часть тела. Ага. И типа, ему... Ну, это как, знаете, приходит к массажисту. Я иду к массажисту. И мне вообще нет дела до того, какие у неё там проблемы. Что, как её день, какой у неё завтрак и так далее. Мне просто надо, чтобы она мне сделала качественный массаж, используя только свои руки или что угодно пусть она использует. Просто её навык нужен. То же самое ко мне. Когда приходит мужчина, ему нет дела, на самом деле, до того, какой у меня завтрак и так далее. Типа, ва... Не, мать, ну ты не права вообще-то, мне кажется. Вам на ютубе есть для меня в этом дело. Но он приходит... Короче, есть отдельные контингенты, процент людей, которые приходят к проститутке не ебаться. Чтоб вы знали. Есть психологи, но нет, они туда не идут. Они идут к проститутке, чтобы просто с ней попи***ть. Как вам такое, нахуй? Я такое в кино видел. Я? Нет, не я. Приходит ко мне не как к ютуберу, он приходит ко мне за сайт. К какому ютуберу? Эта гениальная женщина качает свой ютуб для того, чтобы клиентов больше было. Бля, я в шоке. Кто к тебе как к ютуберу приходит, хоть одного человека назови. А если в жопу, то вообще-то это очень важно. Какой завтрак был? Бля, в натуре же, реально. Чё несёт? Чё городит вообще? Типа, если в жопу даёшь, то это важно, что ты ела. Типа-типа. Ему всё, что нужно, это мой навык. Чтобы моя... Навык что, жопу подставлять? Ебать навык вообще умный. Ну, навык, ебать, если честно. Это как массажист, наверное, который годами учится массаж охуенный делать. Жопу-то подставлять. И отделять себя, короче, от этого. Бля, я не знаю. У меня вагина удовлетворила его. Я протестую против пизды. Отойди, пизда. Ты мне... Ты мерзкая, мерзкая пизда. Чё происходит? Остановитесь. Пожалуйста. Прикинь, ты снимаешь проститутку на попиздец, а там час. Ну, типа, чё ты там, блин. Ну, типа, чё ты там, ты... Типа, ну... Ну, не то, что типа. Ну, типа, да. Типа, лом. Какая-то божественная вагина, что мне ничего делать. Да хватит донатить! Что же вы так... Ребят, если вы хотите задонатить проститутки, это не через меня. Вон, у неё там есть свои зачем-то реквизиты Сбербанка. Между прочим, какого ху... Её Сбер ещё работает, типа, на нашей территории. У нас как бы запрещено проституция. Ну, ладно. Это не важно. Прикол какой-то, что этот канал одновременно всем порекомендовался походу. Её видео сжижают мозг. Так все... Блядь. Мне не одному, что ли, он порекомендовался? Твою-то мать. Сегодня, блядь. Смотрел, YouTube вылезло. Не вчера. Не... Я уверен, что не завтра. Сегодня. Не надо, на самом деле, такое у каждой женщины. Никому не нужно ничего стараться для секса, потому что у тебя это уже есть. Ты с этим родился. Реально, я и говорю, не нужен никакой опыт. Вот, типа, женщина родилась с вагиной, и там любой член, какой у неё зайдёт, он кончит, потому что он сам там старается. Тебе ничего не нужно делать. Ты какая-то плохая проститутка, я бы не пошёл после этих слов. Я бы такой точно не... Антиреклама какая-то. Вот. Вообще, в сексе у меня всегда, когда я делаю имя нет, если... Так, стоп! Секунду! Один вопрос. Один. Это не считается ли секс с мимикой? Ох, ёбаный философ-то, твою мать. Посыпался на этом ответе. Парень такой, ну, я не знаю, может быть, это пока что печальный парень такой, но когда я парню делаю имя нет, и он... Да ёбаный в рот, дайте про минет послушать. Такой, не может кончить, это не моя проблема. А чья, блядь, это проблема, нахуй? За что деньги отданы? Нет, ну если ты не можешь делать дело, нахуй тебе деньги давать. Чё это моя проблема? Я пришёл к эксперту в пенисных делах. Я никогда даже не думала, типа, он говорит, давай, почему, ну, мыло у меня такое недавно, то что, типа... Мыло какое-то? Я не знаю, это, блядь, ну, я хочу реально от какой-нибудь реальной проститутки, которая с блюром на лице расскажет, чё и как. Это какая-то, я не знаю, тысяча рублёвая. Мол, он это говорил так, но это на самом деле для его самого возбуждения. Какая я молодец, я просто не вовлекаюсь, не принимаю близко никогда их слова. Он такой говорит, я такая думаю, чё ты делаешь? А я делаю минет, ну, как бы всем я делаю всегда одинаково. Что там, блядь, ну что за пи***ц, я что смотрю? Хуже, наверное, воспринимается только ребята Рома Желудь, который говорит о том, как он жопу подставлял богатым людям. Это тоже можно включить и в ахуе сидеть. Ну, это что-то из этой же серии, я вам серьёзно говорю. В рот взял и всё. Вот и готово. Вот, там никакого волшебства нету. И... Ну, надо же ещё поступательные движения, как... Я не знаю, ребят. Какая-то слишком охуевшая проститутка. Я даже тебе на Сбербанк ни рубля не захотел кинуть. А зачем тебе вообще, вот ты указываешь свои реквизиты? Я не понимаю вот этого. Реально, я никогда не стараюсь. Это странно, у меня из тела всё. Бог за меня постарался. Кто? И дал мне это всё. Какой бог, боже? Если бог есть, блядь, он очень расстроился. Какой бог постарался за тебя? Тебе нельзя про бога говорить вообще ничего. Мне вообще сначала послышалось, что она говорит, что Вова постарался. Я думал, какой блядь Вова? Потом я понял, что она про бога говорит. Всё. Так вот, и когда я делал иминет, он такой, я до сих пор удивлена. Бля, вы думайте, кто пойдёт к проститутке, который потом про твои соития с ней рассказывает. Блядь, это как к психологу прийти, и он тебе про другого клиента вывалит. Блаженский обстрел с первой. Спасибо большое. Спасибо, братья. Не справился бы я без вас. Я хотела такая, отлучиться от него, такая, посмотреть на него. Я не знаю, но я должен, наверное, пять бутылок въебать в чего-то, чтобы я реально пришёл вот так. Ну, потом я поняла, типа. А сколько? Олесь, сколько стоит? Я заинтересовался. Ну, для друга спрашиваю. Сколько её услуги стоит? Реально, кто-нибудь знает прайс-лист? Тридцать, я уже узнал. Тысяч тридцать? Да ну ты чё, угораешь, блядь, что ли? За тридцать тебе такая лакшери приедет. Я не знаю, может, там торг есть какой-то. Можно скинуть до пяти тысяч. Тут без макияжа. Да какая нахуй разница, при чём здесь макияж или нет? Она какую-то хуйку несёт. И причём рассказывает, блядь, всё. Очень грустно за мужчин. Не, на самом деле, мужчин не грустно. Так им и надо, нахуй. Куда вы прётесь, нахуй? Сейчас мы всё про вас узнаем. Ещё бы имена говорила, был бы вообще разъёб. Интересно, а с неё выпадает там, ну, 50 долларов. Как у бабки сейчас изо рта выпадет. Он такой говорит. Ааа, как это же он сказал? Типа. Сделай так, чтобы я кончила. Я такая, блядь, ты чё? Я такая, ты чё не видишь, что ли? Ты чё не видишь, что ли? Как я сделаю? Я как бы и так это делаю. То есть, если бы я, если бы я сидела на стуле, хотя, ну, короче, если бы я сидела на стуле, и ты бы мне сказал, сделай так, чтобы я кончил, делая мне минет, то да, было бы странно. Типа, ты просишь, ну... Чё городит вообще, я не пойму? Причём здесь, блядь, ты сидела на стуле? Что ты городишь? Причём она говорит про табуреточный стул, а не про тот, который вы думали. Тогда понятно, при чём он тут. Короче, он хочет кончить от минета, а я в этот момент ем суп. Да. Блядь, это я не могу. Чего, блядь? Какой суп? Причём здесь стул. Я ничего не понимаю. Я теперь понял, почему проститутка. Когда как бы нихуя двух слов связать не можешь нормально и объяснить свои мысли. Единственное, что тебе остаётся, это жопу подставлять. Переслушай. Я вам сейчас включу заново. Мы опять переслушаем. И вы ещё равно нихуя не поймёте. И ты бы мне сказал, сделай так, чтобы я кончил, делая мне минет, то да, было бы странно, типа, ты просишь, ну, короче, он хочет кончить от минета, а я в этот момент ем суп. Да, тут как бы это просьба меня приглашает. Помоги мне нам, мы застряли. Помоги мне. Нет мне. Нет мне. Нет мне. Словек, помоги мне, пожалуйста, сделай мне минет, чтобы я кончил. Но, если я и так делаю минет, и ты говоришь, делай так, чтобы я кончил, так я этим и так сейчас занимаюсь. Да нет, тебе, скорее всего, говорят, сделай нормально или сделай по-другому. Чего непонятного? Я не проститутка, но я это понимаю, как будто. И если я... Это какая-то антиреклама, блять, ребят. Это какой-то вот её прям отзыв, блять, о всех навесить. Ты вот смотришь, вроде ничего такая там, тыры-пыры. И потом её видео вот это, и ты такой, ой, что за хуйня? А я туда не поеду. Ну, у меня всегда сразу же, типа, всегда-всегда-всегда-всегда-всегда. Если я, короче, если я... А есть какая-то книга жалоб, может быть? Делай минет, но ты не можешь кончить. Это твоя ответственность. Вот. Туда, блять. Потому что, ну, типа, у тебя такой член, не знаю, ты со своим членом больше знаком, чем я. Тебе лучше знать. Вот. И поэтому... Не, ну, в этом есть, конечно, логика, но ты ж проститутка, ты должна в членах разбираться. Чат, извините, я не знаю, откуда я это знаю, или я откуда это думаю. Когда я пользовался два раза такими услугами, у меня таких вопросов не было. Хотя нет, было. Я не кончил, реально. Грустно было. Потраченных... Вот этот мем. Клим Саныч, честно говоря, потраченных денег жаль. Например, ни одна женщина... Ну, я не знаю сейчас женщин, которая... Не времени, а денег. Ей делают куни, она такая претензия предъявляет к парню. У женщин... А я вообще не понимаю. Вот, Олесь, у меня к вам вопрос. Так вышло, что мы, короче, в одно время с Лейту смотрели проституток. Почему вот у вас у проституток за то, чтобы вам пизду полизать, это я должен деньги дополнительно платить? Не кажется ли вам, что это какой-то сюр... Почему, нахуй, я должен вам хорошо сделать, и я должен вам платить деньги за то, чтобы вам пизду полизать? Это что за хуя? Это как-то несправедливо, мне кажется. Мне кажется, даже голову, мозг так не повернется. Сказать, почему я не могу, чтобы я конь... Это отличает, наверное, женщина от мужчины. Только это неплохо. Это не значит, что женщина лучше, а мужчина хуже. Нет, это просто данность. То есть женщина может рожать, мужчина не может рожать. Вот, мужчина тоже важен. И женщина важна, короче. Все важны по-своему. Но у женщины, например, никогда... Мне поэтому непонятно, типа... Бля, ебать, что она огородит, да? Вы понимаете, что она говорит вообще? Она, блядь, с темы на тему... Я вообще 50% не понимаю, реально. Как она к этим выводам приходит? Что-то про одно говорит, про сосание. Потом женщина может рожать, мужчина не может, блядь. Хотя он тоже важен. Я что-то вообще ничего не пойму. Какой-то генератор, блядь, рандомных слов. Там без солей не обошлось. Эээ... Вежливо отказываюсь. Эээ... Это у нее вопросики. Так, короче, понятно, значит. Значит, получается, это вы виноваты, если вам хуево пизду лижут. Я понял. Это так, значит, работает. Что, типа, как ей... Это ее ответственность за то, чтобы кончить. Поняли? Поняли, женщины? Вот так-то. Если женщина начнет предъявлять претензии к мужчине, то она включит мужскую энергию. Ой, я просто молча буду смотреть. Мне очень нравится. Я, наверное, включу еще какое-нибудь видео у нее. Она так хорошо рассуждает. Это прям кладезь контента. А вот. А женская энергия, когда женщина принимает и принимает в том числе на себя ответственность за то, что у нее получается или не получается. Ну, база же, блядь, да? Если она вдруг начинает перекидывать ответственность на другого человека, предъявляет претензии к мужчине, у нее включается мужская энергия. Что ты городишь, блядь, вообще? Ладно, без шуток. То есть, если ты терпишь, то это женская, значит, энергия. Если ты предъявляешь, то это мужская энергия. Ну, все, только так и живем. Какой-то высер сказал. Мать, она высер на протяжении 7 минут городит. Вот, равно так же, как и мужчина, если он думает, что сейчас, короче, он, если мужчина думает, да, что у него что-то не так, и он не может кончить, это преобладает его женская энергия. Но он, у него как бы... Так, короче, поняли? Если мужчина не может кончить, преобладает женская энергия. Поэтому вы, женщины, должны хавать и не кончать. В то время, как мужчина должен всегда кончать, потому что это мужская энергия. А если он не может, то это женская энергия включается. Вот так. Что-то тут феминизмом-то и не пахнет, если честно. Вообще, ни капельки. Вообще ужас. Срам и стыд. Я тут не эксперт, на самом деле, потому что... А, блядь, как это не эксперт? Если я считаю, что женская энергия, это хромосома, мужская энергия... Блядь, что? Какая, нахуй, хромосома? Дополнительная? Или что? Я не понимаю. Она, наверное, хотела сказать нам про XX и про XY, наверное. Но получилось как-то не очень из-за ее рта, если честно. Энергия, это тоже хромосома. А известно, что у мужчины и X, и Y, а уже... Ну вот, да. Ну это тяжело понять, конечно. Но я за нее пытаюсь как-то 2 плюс 2 сложить. ...х, то, наверное, у мужчины может хорошо сочетаться и мужская, и женская энергия. Поэтому тут... А-а-а, блядь, ну вот тогда все понятно, все понятно, все сложилось. XX у женщины, она не может по-другому чувствовать. А вот у мужчины и X, и Y, поэтому у него есть и мужская, и женская энергия. Думайте, она на самом деле гений. Реально. Вот так вот. Что лучше? Энергию женскую мужскую, или только мужскую, или только женскую? Недопонятый гений, на самом деле, перед нами сидит. Тут вы как бы мужчины сами, наверное, лучше все знаете. Конечно. Ну вот, ну в общем, рассказала такую историю, что первое, для меня это просто автоматизированная штука. Ну типа я так... Я не знаю, это ох-не-ох, но я заметила, что у меня такое появилось. И я такая, типа... Чё? Я такая, типа... Ой, я не еду. Ну, типа, чё-то у меня там, чё-то, ну там, как-то так, кое-что... Ну там, не кое-что произошло, но просто так. Бля, если такой будет, то это будет очень грустно. Мне жалко будет его. Если честно, я вам сразу говорю. Причём не потому, что это проститутка, это меньшее из зол. Причём, что она какая-то глупая. Вот это, конечно, уже посерьёзней проблема. И, мне кажется, проблема с кожей, это не из-за того, что ты там какие-то мазини тебе подбираешь. А просто, ну, э... Просто клиенты должны мыть пипиську. Мне так кажется. Но это... Я не утверждаю. Может быть, они все моются. Я как бы не это. Но, ладно. Какой-то результат налицо. Правильно говоришь. Хе-хе-хе-хе. Мне приходится как-то самостоятельно за себя бороться, как-то выживать, как-то самостоятельно получать деньги. И поэтому я такая... Я такая буду, буду проституткой. А то чё, чекни комменты. Там все в комментах, бля, пишут не о том, какую ху**у она несёт, а о том, как я сюда попал. И почему у меня это в рекомендациях вылезло. Мужская энергия активизировалась. Вот, и я такая, типа... Уже дошел до такой степени, что я такая... Таааак... Ну, у меня просто реально разделено тело и... Тело и пуша, наверное. Я ничего себе не оцениваю себя. Типа, я просто констатирую это как факт. Но такое, да, у меня есть. И я удивилась. Куда-то она не туда мужскую энергию пускает. Я согласен с тобой, мужик. Мужик, я с тобой полностью согласен. Она говорит, мужская энергия у меня. Так а хули ты не поможешь мужикам-работягам на заводе быть? Зачем проституткой быть? Ты куда-то не туда мужскую энергию сливаешь. И второе, это типа, когда мужчина говорит, сделай так, чтобы я кончила. Ну, я как бы сейчас и так этим занимаюсь, да. Я тоже очень сильно хочу, чтобы ты кончил. Но, знаешь, ну, типа... Я же это делаю. Бля, какой пи***ц. Что? Ну, вот. Ага. Такие откровения, простите. Еще мне один человек спросил в одном шорте. Это охуенный контент, бля, я ебал. Мне очень нравится. Не, ну не ебал, в смысле, понял. Скучно, скучно, скучно. Типа скучно. Зевает, слышь. Кстати, для меня ютуб это как инстаграм. Я шорте хочу сказать в одной истории. Типа, для меня история, сториз в инстаграме это шорте. Гений. Гений мысли. Отец русской демократии. А тикток для тебя это не шорте и не рилсы. А вы как липсы, это что? Я в шоке, блядь. Для нее ютуб шорте это типа, ну, как в инстаграме. Рилсы, поняли? Это гений, философ. Она сейчас еще потом про сторизы расскажет. Вообще охуеть. Скажет сторизы в телеграме для меня, как в инстаграме, как во вконтакте. Вот эти тоже так же записываешь. Для меня. Но я не знаю, как для вас. Меня человек спросил в одной истории, в одном шорте, что типа, ты не хочешь заниматься проституцией, но для тебя это как за счет проституции ты хочешь что-то получить. За счет того, что ты занимаешься не потому, что тебе нравится, а... 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 Так, пошел мыслительный процесс. Так, что? Что же? Вариант А. Она занимается проституцией не потому, что... Вариант А. Она проститутка. Вариант Б. Ей нужны деньги. Вариант С. Ее все устраивает. И вариант Д. Я феминистка. Типа, демонстрируя это, ты что-то получишь. Но он как-то, знаете, так более сокращенно сказал, и я такая, да. Демонстрируя это, ты что-то получишь. Что? Что-то это что, блядь? Деньги? Что еще? Я не понимаю половину. На самом деле, это правда так. Ну, типа, для меня... Блядь, я не знаю. Теперь я понимаю, что проститутка должна быть, ну, чуть умнее, чем... Ну, чуть умнее, наверное, чем обезьяна, наверное. Ну, это... Я тебе реально не могу понять, с чем сравнить. ...период жизни, когда это должно быть... Иван Зола умный, блядь, на фоне вот этого существования. Блядь, я не... И на самом деле, я вижу в этом свою роль, потому что я, мне кажется, пропагандирую активно то, что если женщина проститутка, во-первых, проститутка это не оскорбительное слово, шлюха тоже не оскорбительное. А, ладно. Но тут прикол не в том, что это оскорбительное или нет. Если ты являешься проституткой, конечно, нет. А если тебя шлюхой назвали, хотя ты этим не занималась никогда, вот это оскорбительно. Это как мне говорят, что я, блядь, лысый, нафиг, или сутулый. Так это не обидно, это факт. Вот. И, типа, для меня важно, наверное, ну, своим примером я показываю, что... Что не надо, блядь, заниматься этим, ребят. Весь мозг въебан, реально. Через ухо, блядь. Я не знаю, может, там и такой прайс есть. Боже, что я смотрю. Бля, ребят, короче, на самом деле, я хочу это подвести все и не тратить свое, блядь, время. Вот вы видите эту женщину. Вы понимаете, что вообще она несет? Плюсаните, если кто-то реально понимает... Кто понимает вообще, что она говорит? Есть такие или нет тут? Так вот, чтобы не быть как она, ребята, пожалуйста, переходите в Яндекс.Образование. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ребята, обязательно тыкайте по баннеру. Проститутка человек. Проститутка это название работы, потому что... Нет, проституция это название работы, а проститутка это человек. Я активно про это говорю и рассказываю. Сделать так, чтобы отсутствовала любая дискриминация в сторону женщины. Вот она пошла база. Я же говорю, феминизм-то должен где-то быть. Вот он где. Дискриминация женщин. Я не понимаю. Уважаемые феминистки, вот есть нерадикалки. Это нормально, что она такую хуйню несет вообще? Воспринимается ли мнение ее? По-моему, нет. Не должно восприниматься. Это подкинули. Женщина должна содержать мужчину. Потому что мужчина достойный любви. И самая лучшая женщина на свете. Что она несет? Ребят, я не знаю. Я не знаю, что она несет. Наверное, радость тем, кто к ней приходит. Потому что, видимо, клиенты... У нее был вчера клиент. Хотя видео уже 6 месяцев. Но это не важно. Я уверен, что клиентов не поубавилось. Легкого поведения. Так, еще раз, просто чтобы понять. Проститутка человек. Да. Проститутка это название работы. Потому что я... Рофлс, не вырезай вот эти перемотки, пожалуйста. Это очень важно. Про это говорю и рассказываю. Это важно. Сделать так, чтобы отсутствовала любая дискриминация в сторону женщины. Легкого поведения. Потому что это не легкое поведение. Феминизм сам факт проституции осуждает. Потому что это использование тела женщины. Я ж говорю. Мы живем в современном прогрессивном мире. Если женщина, которая придумала феминизм, сейчас бы, блядь, вот, села бы рядом со мной. Посмотрела, воскресла бы, посидела со мной. И такая, ебать. И назад бы залезла. Потому что, ну, каждый как хочет, блядь, это интерпретирует. Даже если человек, ну, там, два... IQ как у хлеба. Короче, это какой-то полный пи***ц. Тяжелая работа. Кто? Проституция? Базару ноль, блядь. Я уж даже не знаю. Сейчас у меня сидит чел на заводе. Такой, бля, проституция пи***ц тяжело. Лучше буду гайки ху**рить. Как же мне легко тут, блядь. Ого, какая. Такая же, как и любая. Вообще-то реально тяжелая работа. Боюсь представить, откуда ты это знаешь. Не хочу спрашивать. Давай ты останешься при своем мнении. А я при своем. Другая работа. Поэтому она оплачиваемая. Вот. Ну да. Причем самое главное, ребят. Заметьте, пожалуйста. Если вы на заводе будете ху**о работать и скажете. Начальник. Так это гайка кривая. Потому что че? Ну потому что это вы у**аны. Да я просто так делаю и все. Тебя, значит, в жопу вы**бут. А если она. Ей говорят. Ты можешь сделать, чтобы я кончил? Она говорит. Чел, я и так туда-сюда делаю. Боже. То это значит все равно оплачивается. Ты не понимаешь. Ну. Ну я тоже, правда, вы**бут. Блядь. Я не знаю. Короче, вы поняли, что я хочу сказать. Так что. Сложная у нее. Жизнь. Ну я на самом деле в процессе всего этого. Знаете, наверное, моя глобальная цель. Вообще, наверное, по глобальному. Ну, чтобы ее легализовали, как в других странах. Ты че, охерела что ли, блядь? Я тебя щас дам легализовали. Ты феминистка. Ты че несешь? Это не страшно. Ну, типа, бывает такой период в жизни. Хотя, если легализуют, блядь, то тебе никто на хуй ходить не будет сто процентов. У женщины, у мужчины, когда мужчины. Блядь, а вот я не знаю, кстати. Вот если бы была проституция легально, например. Было бы это хорошо или нет? Одно дело, ты вот такую без всего. Без проверок, без каких-то справок. Они налоги не платят. Или другое дело, ты приехал, тебе показали. Вот, я проверилась. Конкуренция будет, пи***ц. Я вам сразу говорю. ...идет в проститутке, когда женщина дает у мужчины, когда мужчина идет в проститутке, когда женщина дает секс мужчине за деньги. Почему нет? Так, хорошо. Ничего плохого в том, чтобы заниматься этим бесплатно, то есть по любви, нету. Сомневаюсь, что она говорит сейчас про временной промежуток, где она такая влюбляется в человека, они вместе живут, и она бесплатно это предоставляет, что и взамен тоже бесплатно мужик предоставляет. Ну, это взаимно, как бы. Я думаю, она, блядь, бесплатно просто, ебать, ну, стажерная, стажировка есть какая-то, я не знаю. То есть, блядь, ты бесплатно даешь, а у нас сидит поднебесный и умоляет, чтобы кто-то дал секс любой ценой, но бесплатно. Мир несправедлив. Теперь просто беру за это деньги. Вот. Ну, типа, раньше, знаете, на свиданиях вот это вот все было, а сейчас просто, типа, откровенно. Ну да, это ж одно и то же, блядь, на свидания ходить. Я уверен, она в первый же час давала. Хотя просто кайфовала, а теперь подумала, бля, а что бы кайфовать и бабки не лутать. Столько стоит, нравится, бери, не нравится, иди. Вот. А че не бесплатно-то? Могла бы просто такая, говорит, бесплатно, приходи, нравится, бери, не бери. Че платно-то сразу? И я бы, да, хотела сделать так, потому что вы думаете, я одна проститутка на всю Россию? Не ебать! Ну как разок! Денег, вот, полёку срубить! Мне деньги теперь очень нужны! Я думаю, нет, ты не одна проститутка на всю Россию, но звучит, конечно, ебать, как круто, типа. На всю Москву? Нет. На Москву еще? Ну-ка, зайдите на эти сайты, на которых мы анкеты. Там такие девушки, просто, наверное, я... А, ну еще, знаете, может быть, Алина Робин Гуд. Все заняты, блядь. Гуд или Робин Гуд, не знаю, как правильно. Ой, блядь, кого-то заложило еще. Бой, Алина Робин Гуд тоже проститутка? Что-то максимально знакомое, чуваки. Как будто я эту Алину Робин Гудина была такая, типа, чувиха. Бля, я сейчас загуглю даже. Так, стоп. Робин Гудина это, блядь, это блогерша, еб твою мать. Про кого она говорит? Осуждаю. На эти сайты, на которых мы анкеты. Там такие девушки, просто, наверное, я... А, ну еще, знаете... Сейчас просто ни за что какую-то девушку, блядь, ну, пи***ц подставил. Осуждаю, я не прав. Знаете, может быть, Алина... Кто? Про кого она? Робин Гуд или Робин Гуд, не знаю. Алина Робин Гуд, блядь, кто это? Это правильно. Ну, у нее, наверное... Нет, кстати, у меня точно такая же функция. Да, просто... Мы одно и то же с разных сторон преподносим. Я, например, с такой стороны, а нас другой. Это что это, к примеру, как? Она более профессионально давно занимается этим. Я так люблю... ... идти в скиноте. Она профессионально давно этим занимается. А я так, чисто любитель, новичок, так сказать. Че я, блядь, смотрю? Хочу показать, что даже такой начальный уровень... Если я начинаю работать проституткой... Ребят, я начинаю работать проституткой. Все, на этом границы оговорены. Ваше мнение осталось за этими границами. А здесь я работаю проституткой. Ну вот. А, и отправьте это видео друзьям. Покажите, пожалуйста. Потому что, мне кажется, это будет интересно. И да, если кто-то хочет меня поддержать... ... в... ... любой сумме, я буду вам очень благодарна. Да не х**я тебе бесплатно не дам, понятно? Бесплатно не рубля. Да, ну, страшно. Ты новичок. Ты реально так играешь? Ты новичок. Я хочу выйти, наверное, потом с проститутки... ... перейти на работу блогера. Бля, я не могу с этой х**ни-то вообще. Чего ты городишь? Карьерная лестница. Все же с этого начинали-то, твою мать. Скажите мне, я скажу, короче. Была блогерша раньше нормальная. Снимал там клипы, х**и-ипы, блядь. А потом решила порнуху своим парнем х**ить на Порнхаб. Забыл. И причем мы с вами все ее знаем. Мы росли на этом. Это потом ее вдруг осенило. В голову ей, блядь. Что можно порваться? Диана Ди, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Е**ть, там все в ах**и были. Типа девчонки такие, чё за х**а? Прикинь, смотришь такой блогера. Растешь, растешь, растешь. А потом твоего блогера парень в жопу х**ить. Ферст по вам нах**и. Ох, е**ать, вообще кайф. Это более медийный. Не, ну вы прикиньте, я б такой сидел. Потом такой, чё ты за е**ало это е**атория. Вы все гандоны. Пойду члены сосать. Причем, блядь, на ютубе у нее больше просмотров было. Потому что, ну там какой-то п**ец всратая порно, если честно. Простите меня, я реально ценитель порно. Я знаю, который хороший, а какой нет. На порно просто конкуренция гигантская. Тебе нужно либо красивый пенис, либо красивая вагина. Но помимо этого, вам нужно еще много чего красивого. Поэтому я бы не вывез на порнхабе. Вы чё, корнишоны? Ну там точно не в этом, не в тренде. Будет еще такой период, я думаю, когда я буду одновременно и принимать клиентов. Но уже, типа, у меня появится что-то еще. Бля, это сильно. Фух. Ребят, вы чё-то не так делаете. И девчата. Наверное, больше к девчатам относятся. Вы чё-то не так делаете. Какой карьерный рост? Можно же клиентов принимать и одновременно растить свою личность где-нибудь. Ну да, социальный статус, конечно, будет низкий. Ну и чё? Нет, такая оптимистичная проститутка, на самом деле, знаете? Такая прям, ох, ветреная, я бы сказал. Знаете, как доширак, блядь, заварить. Типа, говорит, блогером там стану. Так, раз, как палец описать, я не знаю, короче. Так все просто у человека. Может, еще посмотрим? Ну вот. Если тебе понравилось это видео. Сука, ёптую мать, блядь. Если оно было как-то для тебя полезно, я буду сделать. Спасибо, полезно, ебать, на тебе лайк, реально. Я больше не хочу никогда в жизни, даже если у меня вдруг жизнь, как-то сказать, я никогда не хочу быть проституткой. Мне реально помог этот видос. И помню, что я искал коробку на ВАЗ-2107. Это неважно. Если ты отправишь мне любую сумму... Хотя нет, иди-ка нахуй, какой тебе лайк, блядь. На карточку это может быть одна копейка или один рубль. Для меня это будет как то, что ты ценишь мой труд. Какой твой труд? Не задерживаешь ту полезную энергию и вообще все полезное, что от меня получил. Вот, я буду тебе очень благодарна. Все по твоему отклику. На карточку. Бесплатно не рубля, бесплатно тебе не рубля. Ссылка будет, номер карты будет еще в описании. Эскортница, блядь. Уже эскортница абсолютно все равно. Я не хочу это смотреть. Эскортница это пи***ц. Какая уважаемая профессия на фоне вот этого пи***ца. Все, хуже нет. Я работала просто, блядь, еще тут. Что за пи***ц? Твою мать. Блядь, я хочу еще. Я не насладился кринжом. Может еще одну? Это намного интереснее смотреть, чем видосы про натяжные потолки, которые я искал, кстати. А это точно видео по запросу свап двигателя 1.5 на 2.4 Lancer X. Она на механика не похожа. Мысли восьмиклассницы после летних каникул. Вообще-то я искал, как починить крышку мотопомпы. Valkar GP50. Кстати, у нее что-то на губах осталось, по-моему. Блядь, это что еще? Тут какой-то пи***ц. Прикиньте, мы начинаем эти видео вот так. С животика. Это было в Великобритании. Англичане. Из Англии. И мы всегда разговаривали. Я говорю... Боже, это весь нахуй канал такой. Я нашел кладезь. Он advertisingしました. И еще разговаривается. И еще разговаривали. И еще разговаривали.